Участники Ямов инвестировали в Крым более 4,5 миллиардов евро. Участники Ямов инвестировали в Крым более 4,5 миллиардов евро. 1 час 59 минут. Знак авторского права РИА Новости. Алексей Мальгавка. Ялтинский международный экономический форум 2018. Архивное фото. Знак авторского права РИА Новости. Алексей Мальгавка. Париж. 20 декабря РИА Новости. За четыре года существования Ялтинского международного экономического форума «Ямов» в экономику Крыма привлечены инвестиции в размере 4,5 миллиарда евро, сообщился председатель общественной организации «Деловая Россия» и Оргкомитета «Ямов» Андрей Назаров на Крымском вечере в Париже. В апреле 2019 года в Ялте пройдет пятый по счету международный экономический форум. Как ожидают организаторы, в нем примут участие 3000 человек из более чем 100 стран мира. 20 ноября, 14 часов 44 минуты в Крыму заявили, что западные спецслужбы мешают инвестициям в республику, если на первом Ялтинском форуме не было понимания, как международные участники поддержат эту площадку, и на первом форуме присутствовало 600 участников из 12 стран мира, то на четвертом форуме присутствовало уже более 3000 участников из 74 стран. Собирались участники для дискуссий, обсуждений мировых трендов в экономике, в политике и инвестировали в экономику Крыма. За эти годы все участники Ялтинского форума проинвестировали более 4,5 миллиардов, сказал Назаров, открывая вечер. Он отметил, что в Крыму работают более 3000 компаний с иностранным капиталом, в том числе французские фирмы. Разные отрасли, куда инвесторы вкладывают свои инвестиции, начиная от фармацевтики, строительства, сельского хозяйства, виноделия, добавился председатель оргкомитета Ямов. По его словам, многие соглашения, которые подписывались в рамках форума, не просто остались проектами, а были запущены в эксплуатацию. 15 октября 2011-35 туризм в Крыму рассказали о росте спроса на отдых в осенне-зимний период, например, такие как Международный аэропорт Симферополь, его пропускная способность 6,5 миллионов человек в год. Как раз то количество людей, которые уже приезжают в Крым, по сути, преодолев количество туристов, которые приезжали в Советском Союзе, рассказал Назаров. Он пригласил собравшихся на вечер в Париже посетить форум в 2019 году. После посещения Ялтинского форума вы убедитесь, насколько РФ ведет открытую политику, выстраивает партнерские отношения с другими странами и готовы с инвесторами работать в очень комфортном режиме, а также, сможете поговорить с местными жителями, насколько они довольны сегодняшней ситуацией, насколько их волеизъявление было свободным, когда они участвовали в референдуме, добавил он. Вчера, 20 часов 32 минуты Жан-Мари Лепен назвал Крым исторически российской территорией и Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.